Всем привет! С вами я, Алиса. Наступило лето, сегодня 1 июня. Ура! Я рада порадовать вас. И сегодня я хочу порадовать вас новым видео. Надеюсь, сегодня будет много приколов, шуток, куколок и вам будет интересно. Пойдемте, посмотрим. Всем привет! С вами я, Алиса, и я рада приветствовать вас снова на моем канале. Давненько не было новых видео. И сегодня у нас будет анпекинг большой посылки из Америки. Да ладно! Также не забудьте подписаться на канал, нажать на такую вот красную кнопочку под видео и на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. Уже бегу! И, конечно же, писать комментарии из разряда... Я первая! Я первая! А я вторая! Что ж, ну теперь давайте приступим к распаковке этой посылки. И спонсор сегодняшнего выпуска вот такой вот черный резак. Погнали! Так упакована посылка, что я не знаю, как вообще ее резать, с чего начинать. Help me! Напишите в комменты. Да ладно, шучу не пишите. Сейчас я сама определюсь. Чего? Чего? Так, ты нам больше не нужен. Покедую. Антистресс. Ну а теперь самое время знакомиться с содержимым этой посылки. И я очень рада, что в дополнение к коллекции Алиса в стране чудес пришли еще герои из данной серии. И первая, кого я достала, собственно, Алиса. Алиса, сама Алиса. Вот она. Ху-ху. Кстати, много ли нас Алис? Пишите в комментарии. Ну и ну, такое платье масштабное у куколки. Моя мама говорила, что я на нее чем-то похожа. Интересно, чем? Волосами? Чем? 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 Ничем. Ну, по крайней мере, точно не ростом. Между прочим, Алиса на целую голову выше Monster High и Ever After. Вау! Со своими шикарными, на мой взгляд, пропорциями ей давно уже пора в модели, а не гулять по сказочной стране. Все проработано до мелкой детальки. Рюшки, лак на ногтях. Сделано очень красиво. Что ж, welcome в нашу коллекцию. Вернее, в мамину коллекцию. Следующая куколка. У-ху! Это червонная королева. А ты не такая уж злая. Вот это поворот! Как и у Алисы, взгляд красной королевы отведен в сторону. Но на этот раз он устремлен куда-то вправо. Ну, это вообще сказка. Обратите внимание на ее маникюр. Он в форме сердец. Вот! Меховые манжеты, подол платья, все просто вай-вай-вай! А вы посмотрите на размер этой клюшки, которой она будет играть в крокет. Она ростом, как сам шляпник. Причем, если достать всех кукол из коробок и поставить рядом со шляпником, то шляпник будет смотреть им всем в пупок. Да-да, вы не ослышались. В пуп-пуп-пупок. Все куклы серебряного лейбла тиражом 50 тысяч на весь мир. В 2007 году эти куклы продавались на сайте Барби Коллектор по 18 долларов. Эх, лихой 2007-й. В общем, кто не смотрел обзор на морщинистую куклу Барби Шляпника, то советую скорее запастись вкусняшками и чайком. И побежать смотреть это видео после распаковки этой посылки. Торопитесь! Кстати, ссылочку оставлю в описании, или в конце видео будут кликабельные ссылки. Так что обязательно досмотрите до конца. И не сбегайте от меня! Ой, надо же! Такую коробку и, наверное, саму куклу я вижу вообще в первый раз и... Ого! Ого! Друзья мои, что это такое? Фу! По коробке я могу определить, что это кукла из коллекции Generations of Dreams, то есть поколение мечты в переводе с английского языка. Барбейка вышла в честь 50-летия Барби, поэтому ее нарядили в прекрасное платье, состоящее из множества принтов. А в набор кукли положили вот такое вот украшение для хозяйки куклы. И посмотрите, оно постоянно бьется, мешает мне говорить. Бомбит! Она в форме сердца и выражает любовь к Барби. Почему такая тяжелая коробка? Как будто бы под платье ей положили еще килограмм кирпичей. Ха-ха-ха! Очень смешно. Кстати, ребята, в конце видео будут кликабельные ссылки на мои предыдущие видосики, и там даже можно будет подписаться на мой канал, нажав на аватарку. Мою, да. И не сбегайте от меня! Ух, на мой взгляд, одна из самых интересных коллекций в данной посылке – это Лаунч Киттиис. Да, наверное, вам это название ничего не говорит. Впрочем, мне тоже. И чтобы ввести вас в курс событий, пожалуйста, слушайте внимательно. В данную коллекцию входят три куколки, и, собственно, они пришли в этой посылке, поэтому я вам сейчас достану всех сразу, чтобы вы увидели их, и мне было проще вам рассказывать о девчонках. Я уже освободила куколок от ненужных на данный момент баблов, чтобы показать их во всей красе. Ух, надо же! Какие они легенькие. Данные куколки 2003-2004 годов. Кто из них как выпустился, точно я пока не знаю. Кстати, одна из трех куколок продавалась только на сайте Barbie Collector. Barbie Collector! И у вас есть 10 секунд, чтобы спуститься в комментарии и написать, кто же, по вашему мнению, эта девчонка? Может, эта? Может, эта? Или эта? Итак, у вас пошло время. Даю вам 10 секунд. Что ж, время ваше закончилось. Посмотрим, кто угадал. Вот у нас та самая эксклюзивная девчонка в зелененькой коробочке в леопардовой одежде. Как мы видим, в этой коллекции дизайнера Мотел нарядили Barbie кошками. Че? Скажут многие. Но это все-таки как-то непривычно. Такие костюмчики необычные. Все три барбейки одеты в облегающие комбинезоны, которые сделаны мехом. А волосы кукол милированы полосочками и пятнами и уложены в форме ушек. Но самой эксцентричной частью их аутфитов являются длинные хвосты, практически в рост кукол. Противоестественно изогнутые за спиной. Да, интересная коллекция. Мне нужно вместо, пожалуйста. Ну а мы будем разгребать эту коробку дальше. Ииии, ууу, ааа. Что-то большое, слишком большое, прям гигантское. А это что такое? Вот. Итак. Да, я не знаю, почему именно эту куклу упаковали в такую коробку. Но, судя по всему, там что-то супер просто шокирующее. Сейчас мы узнаем. Хо-хо. Колоссально. Мне кажется, я заинтриговала не только вас. Так жить нельзя. Но и себя. Да, да, да. Я начну, пожалуй. И тут, мне кажется, многие уже ожидали, что тут будет такая эксклюзивная кукла. И одзинала. Тут много ненужного. Но все-таки нас интересует больше вот такая вот куколка. И следующая девочка-девушка-женщина, это кукла от Алозна Стефана Барруза. Надеюсь, я правильно это произнесла. Но это не точно. О-о-о. У-у-у-у. Это че? Что это? Как? Итак, собственно, вот эта кукла. По большой черной коробке можно определить, что это кукла золотого лейбла. А gold label означает ограничение максимального тиража в 25 тысяч кукол. Однако, именно этих кукол выпущено всего 6200 на весь мир. На мой взгляд, это самая необычная кукла в этой посылке. В первую очередь, потому что у этой темнокожей девушки нет волос. Денег не хватило. Ха-ха-ха-ха-ха. Все платье куклы красиво переливается из-за огромного количества поэток. Да, тут-то уж они точно не поскупились. В общем, просто золотая девушка. Это не конец, хотя кукол тут уже собралось большое количество. Следующий набор вы уже, наверное, видели. Кто является активным моим подписчиком, тот уже видел этот набор. Но кто не видел, тот сейчас увидит. Логика. Да, это очень гениально. Итак, это набор... Молл Монстеристес. Да, он уже ко мне приходил в посылки, но так я не успела открыть его. И вот он пришел еще раз. Если вы хотите обзор на этот набор, пожалуйста, напишите в комментарии, чтобы я знала, будет ли вам интересно. Я планировала... А, не скажу, что я планировала с этим набором. Пусть это будет секретом. Потому что, когда я спойлирую, мне кажется, вам не очень интересно. А вам вообще интересно? Вот такой вот набор, состоящий из Дракулауры, Инвизи Бейли, Спектры, Джи Джи Грант и Клодин Вульф. Конечно, про их аутфиты тут нечего особо сказать. Тут какое-то платье, тоже платье. Мне комбинезончик нравится все-таки. Комбинезончик так необычненько. Не могу не отметить, что посылка получилась очень барбейной. Но все-таки эти куклы были заказаны давненько. Для маминой коллекции я очень рада, что теперь у нее осуществились такие хотелки. Я думаю, у каждого человека есть какая-то своя хотелка. Кукольная, не кукольная. Ну, вообще, не важно. Пишите в комментарии. И мы поделимся своими секретиками. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. И я очень надеюсь, что все ваши мечталки обязательно сбудутся. Обзор на кукол Монстр Хай Эвер Афтер планируется в скором времени. Так как все-таки наступило лето, да, ура, отдых, ура, экзамены у меня. Вот. Собственно, из-за этого как-то видосики выходили довольно редко. Но теперь, когда я все сдам, все будет отлично. Я надеюсь на это. И видео будут выходить намного чаще. И больше интересного, креативного ля-ля-ля-ля-ля. Так что, пожалуйста, напишите в комментарии, на какую куклу, МХ, Барби, там, Эвер Афтер, любую, Вам будет интересный обзор. И я обязательно прислушаюсь к вашему мнению. А еще я часто отвечаю по секрету. Чш-ш-ш, никому не говорите. Также не забывайте нажать на это... Ой. Ой. На вот эту красную кнопочку внизу, или же в конце видео. И на колокольчик, чтобы первыми получать новинки моего канала. И писать, я первая, я первая. А еще не забывайте про мои соцсети. Я очень активна в Инстаграме. У меня там два аккаунта и страница, и группа ВКонтакте. Обожаю постить фотографии, спойлеры к новым видео. Так что, скорее подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий. Хе-хе-хе-хе-хе. А активным фанатам я также делаю сигны. Вот это поворот! А с вами была я, Алиса. Ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока-пока. Люблю. Сними шляпу, у тебя что там, лысина? Наверное. Зачем ты так много говоришь? Ты выносишь мне мозг. А что ты это смотришь? Сними шляпу, у тебя там, лысина? Продолжение следует...